Обеспечение жильем многодетных семей и детей-сирот – одно из приоритетных направлений социальной политики. Причем количество квартир напрямую зависит от готовности региона вкладываться. Средства из федерального бюджета выделяются только на условиях софинансирования. Понятно, что каждый рубль, направленный на эти цели, строго контролируется. В Чувашии за процессом строительства и за конечным результатом следят и Минстрои, и финансовые органы, и прокуратура. Новоселье в Чувашии празднуют часто. Строительный комплекс работает активно. И практически в каждом сдаваемом доме есть социальное жилье. Иногда попадаются целые дома, построенные для льготников. В Чувашии вплотную занялись этой проблемой в 2010 году. И за это время жилье получили более 1200 детей-сирот и 167 многодетных семей. За последние пять лет на строительство жилья для детей-сирот и многодетных семей направлено около полутора миллиардов рублей. Использование этих средств по назначению регулярно проверяется, как и сроки выполнения работ. За 2014 год Министерством строительства были направлены сведения в прокуратуру Чувашской республики для принятия мер прокурорского реагирования в отношении трех состройщиков, которые нарушили сроки выполнения работ по муниципальным контрактам. Первое – это у нас ООО «Стройкомплект» и «Бресси», где были заключены контракты на обеспечение жильем 11 детей-сирот. На сегодняшний день по решению суда эти контракты расторгнуты, а застройщик включен в реестр недобросовестных поставщиков. Второй застройщик – это у нас ЗАО «Кровля», Вурнарский район, где тоже был нарушен срок предоставления жилья для многодетной семьи. На сегодняшний день идет работа по принудительному взысканию средств с этого застройщика, ну и, соответственно, и штрафных санкций, пений. Мы надеемся, что в 2015 году это жилье будет достроено. Ну и третий застройщик – это ООО «Ангел», Чебоксарский район. По итогам 2014 года этим застройщикам условия контракта были выполнены. Впрочем, такие случаи все-таки единичны. В подавляющем большинстве строители честно выполняют взятые на себя обязательства. Тем более, что для них это выгодно со всех точек зрения. Разговоры о том, что участие в социальных программах для застройщика обременительно, не совсем корректны. В муниципалитетах, в районах, цена, которая утверждена, конкурсная цена, построящаяся за квадратный метр в этим социальным программам, она устраивает всех застройщиков. То есть примерно цена, она не сильно отличается от коммерческой цены в районе. Поэтому все застройщики готовы участвовать в данных программах. И, соответственно, муниципалитеты и министерства строительства спрашивают этих застройщиков по качеству. Более того, в связи с этим кризисом, я даже думаю, что дополнительный ажиотаж будет для участников по этим программам. Лучшее доказательство цифры. В 2014 году детям-сиротам и многодетным семьям было предоставлено 447 квартир. Своеобразный рекорд Чуваши. На 2015 запланировано 140 квартир. И на эти цели выделяется 203 миллиона рублей, из которых почти 170 миллионов за республиканского бюджета. Минстрой по-прежнему будет строго контролировать расходование средств по этой статье. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова